Николай Полтавский работает травматологом в Сватовском районном территориальном медицинском объединении. С началом боевых действий на Луганщине он вместе с семьей переехал в Сватово из Первомайска. Квалифицированный врач собственного жилья здесь пока не имеет. Конечно, очень тяжело нам. Если бы не работа и не наша пенсия, выжить не представляется возможным. А в течение трех лет скитаться по чужим квартирам и ожидать с большой надеждой возврата домой, конечно, это очень тяжело. Такие квартирные вопросы беспокоят еще десяток сватовских врачей. Решить их частично помогают депутаты районного совета. Они выделяют деньги на покупку квартир для медиков. А вот строительство нового дома на 18 квартир, говорит генеральный директор территориального медицинского объединения, не только обеспечит жильем работающих врачей, но и привлечет новые кадры. Нехватка кадров в нашей районной больнице составляет где-то приблизительно процентов 20. Из работающих 30% пенсионеры. И если мы смотрим в реформы будущего здравоохранения, которые сейчас уже происходят, мы должны понять, что для развития больницы и создания здесь хорошей госпитальной базы, как больницы интенсивного лечения нужно привлекать дополнительные кадры. К возведению жилья для медработников приступили 5 лет назад. Тогда на территории больницы под будущий дом выкопали котлован и привезли стройматериалы. Для этих целей разобрали нежилую двухэтажку в одном из сел. Руководитель Сватовской райадминистрации надеется, что в этом году строительство здания не только продолжится, но и завершится. На строительство дома необходимо около 12,5 миллионов гривен. Для местных бюджетов эта сумма неподъемная. Все надежды у сватовчан на фонд государственного регионального развития. Люди уверены, решить квартирный вопрос сватовских медиков можно только общими усилиями.